Я в детстве, с 44-го года, когда освободили город Мариуполь, жил в этом городе до 50-го года. Я не понаслышке, а почти что воочию видел, как Бандеровщина приперлась в тот город. Это после победы уже. И что там творилось вечерами? С одной стороны русское село, с другой стороны украинское село. Найденовка и Ляпина. С одной стороны кричат «помогите» – убивают, а с другой кричат «рятуйте» – убивайте. То есть там и там. Рятуйте – это значит? Рятуйте – спасите. Рятуйте. То есть били всех, и русских, и украинцев. То же сейчас происходит там. Больно на это на все смотреть. Что произойдет, я не пророк. Не знаю. Думаю одно, что все равно хотят до этих властей добраться судом, там против-против, не доберутся. Во всем там рука Америки. Она присутствует. Она там. И не надо быть слишком большим политиком, чтобы все это видеть. Нельзя. Ну, если сидит этот так называемый президент и кричит «рука Москвы» на востоке, а в Одессе бандеровщина, видно же, убивают, приезжают и ценю, говорят «рука Москвы». Ну, что еще сказать. Как вы относитесь к событиям в Одессе и вообще на юго-востоке Украины? И ваше мнение вообще, во что это может вылиться? Ой, это может вылиться в войну их по-настоящему. Они же, украинцы, там эти бандеры, они такие мстительные. Вот. У них даже поколение идет, будут пустить друг к другу. Ну, конечно. Я в Белоруссии во время войны была ребенком, когда в Белоруссии такое творилось. Я, например, за то, чтобы не вмешивались, но жалко людей. Политиканы бьются, а простой народ... Вот приезжай к ним, у меня там сват живет на Украине, в самом Киеве. Так никто не хочет из простого народа войны. А эти, значит, власть, политика до такой степени довелись. И во что выльется страшно? Нам тоже страшно. Да. Вы знаете, я вот труженик тыла. Я пережила войну. Я каждое утро нарывусь. Мне так жалко людей. Это вообще, я как представлю, когда мы... То есть вы по телевидению смотрите, да? Да. Я вообще целый день смотрю, все время. И мне очень жалко людей. И просто надо, конечно, нашему правительству бороться за это, чтобы прекратить там. Ну как бороться? Физически это нельзя. Иначе скажут, вот ведь мы все-таки говорили, но Европа и Америка, это ужасно, что они творят. Ведь простой народ тоже против. И в Америке, и везде против этого. Но они ничего не понимают. Или делают вид, что они понимают. Да. Они делают вид, но это... Знаете, когда встречались вот эта... Германия, канцлер и американский вот этот... Обама. Обама, президент. Неприятно было смотреть, как они друг с другом вели себя. Улыбались, радовались. А чему они радовались? Это же, если начнется война, то это вся Европа будет воевать. Хорошего мало будет. Весь мир будет воевать. От этого мало очень. Ну я не знаю, как можно этим людям простить. Им нельзя прощать. Мое мнение, например, такое, что этих руководителей, которые там начинают эту войну, их надо трибуналом судить прямо. Трибуналом настоящим. Трагедия. Это трагедия полная. Ты следишь за событиями, которые происходят на Украине? Частично. Представляешь, что так? Печально, конечно, что так происходит вообще в мире. Какое твое отношение к этому? Хотелось бы быстро, чтобы это все прекратилось. Чтобы жили, как нормальные люди. Все, чтобы было мирно. Не было этого саботажа, как сказать. Посмотрел недавно, что тут такие ужасные вещи происходят. С такой сознательностью не видим у правительства Украины. Забота о своих гражданах тоже. Наплевательское отношение к русскоязычному населению. Хорошего пока ничего не видим, поэтому ждем просто, что будет. Мы созваниваемся каждую неделю, и мы просто не знаем, чем мы можем в этой ситуации им помочь. Они же там большой семьей живут. Но они же тоже не могут бросить дом, не могут бросить работу, родственников. Они в сложной ситуации. Периодически интернет у них не берет, периодически связи нет. То есть тоже волнуемся, конечно. Но очень страшно. Конечно, страшно. Ну, они живут, район более-менее спокойный. Поэтому, ну, все равно им страшно. Не сказать, что бы да. Конечно, потому что это все не предсказывает. Да, мобилизация. Это племянника, значит, уже призовут в армию. С кем воевать? И не то, со своим. Получается, так ведь? Да. Не ставлю я прогнозов. Я знаю, что будет много крови. А какой прогноз? Вы знаете, там не будет ведь победителей. Нету победителей в гражданской войне, потому что бьет брат брата, друг друга. Ну, кто еще? Ведь, вы знаете, я когда там жил, на Украине, вот я там в школу пошел, до четвертого класса я там учился. Изучали мы украинскую мову там и все такое прочее. И жили нормально, и все хорошо. И что самое интересное, вот я почему говорю, что с одной стороны украинское, с другой стороны село русское. Это было недалеко от того самого металлургического завода, где сейчас происходит вся эта вот вакханалия. Это Азовсталь, завод, мощный металлургический завод. Вот там поселок был, Термомайский, там вот жили, будем говорить, ну, русскоязычные, русские больше. С другой стороны, вот украинцы, они в селе работали, на полях. Этот юго-восток, ну, там сейчас говори, не говори, там историю вспоминают Новороссия. Ну, раз уж отдали в свое время, ну, куда деваться, Господи, что теперь там бегать и кричать. Это нам когда-то принадлежало, там наш князь Потемкин светлейший руководил. Нет, смотришь на эту всю вот гадость с этими майданными пряничками, больно становится за людей, которые стоят, взрослые люди, и кричат этому Кэрри. Старые мужики, ну, слушайте, ну, что ж вы руку-то протягиваете за этим пирожком? Он же кровью помазанный-то. У нас в своей территории, слушайте, хватает, можно найти работу, и все можно будет, и жить нормально. Ну, надо, но ведь другой-то вопрос. Ну, не будет там украинцам жизни-то. Ну, не будет там украинцам жизни-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова